11 сентября в 20.52 поступило сообщение о возгорании вещей в коридоре общего пользования в четырехэтажном многоквартирном жилом доме по улице Урицкого, 17 в Гомеле. Пожар ликвидирован гражданами до прибытия спасателей. Пострадавших нет. Рассматриваемые версии причины происшествия – неосторожное обращение с огнем либо поджог. МЧС информирует. В случае пожара не паникуйте. Вызовите спасателей по телефону 101 или 112. Попробуйте самостоятельно ликвидировать возгорание, если вы видите, что не справляетесь сами с огнем. Прикрыв органы дыхания мокрой тряпкой, покиньте здание, помогая выбраться из него людям. При этом плотно закройте окна и двери. 5 сентября в 17.42 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Дружбы в Гомеле. В результате возгорания повреждено потолочное перекрытие и имущество. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать курения в домовладении, следить за тем, чтобы спички, свечи и костры были потушены после использования, а также установить в жилых помещениях пожарный извещатель, который в случае возникновения пожара спасет вам жизнь. 9 сентября в 19.14 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Любинской в Гомеле. Огнем уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество кирпичного дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования. МЧС информирует. Проверяйте состояние электропроводки в домовладении, не перегружайте электросеть, а уходя из дома, отключайте все электроприборы. Если электроприбор не исправлен, не стоит самостоятельно его ремонтировать, доверьте это дело профессионалам. С начала года в Гомеле произошло 13 пожаров по причине неисправности печного отопления. МЧС напоминает, перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода. Если есть недостатки, устранить их. Чтобы избежать перекала, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день. Перед дверцей печи на полу необходимо прибить металлический притопочный лист 50 на 70 сантиметров. Запрещено эксплуатировать печь с неисправностями, разжигать ее при помощи легковоспламеняющихся жидкостей, оставлять ее без присмотра или поручать следить за ней детям. Сушить и хранить на печи и возле нее сгораемые материалы. Проявите заботу к вашей печи, и она непременно подарит вашему дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых.